Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, недавно спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала заявление, что в Азербайджан-армянском конфликте она полностью поддерживает армянскую сторону. И азербайджанская сторона является агрессором в данной ситуации, и Соединенные Штаты Америки полностью на стороне Армении и мысленно и душою они рядом с армянским народом. И чтобы показать свою поддержку, в смысле продемонстрировать свою поддержку армянам, она в субботу или в воскресенье, я уже не помню точно, собирается лететь в Ереван. А вот мне очень интересно, вот если США в Карабахском конфликте на стороне армян, то почему они в 2020 году, когда была Вторая Карабахская война, не поддержали армянскую сторону? Ну, если они на стороне Армении взяли бы и поддержали бы их во время боевых действий в 2020 году, ну, в смысле во время Второй Карабахской войны. Они это сделали? Нет. Они этого не сделали. То есть прошло уже два года. Премьер-министр Армении Никол Ваваевич Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан признал территориальную целостность Армении. Стороны уже собираются подписывать мирный договор. Но в последнее время он затягивается, мысли подписания этого договора затягиваются, потому что есть третья сторона, которым в крайней степени невыгодно, чтобы мирный договор был подписан. То, что Нэнси Пелоси собирается лететь в Ереван, это не говорит о том, что она так сильно любит армян, и то, что Америка поддерживает армянскую сторону. Это не говорит об этом. Если бы они так сильно любили бы армян, они бы не допустили бы, чтобы Армения проиграла в 2020 году. Это во-первых. А во-вторых, они бы не допустили, чтобы началась война. Они бы вмешались в эту войну. Они бы воевали на стороне армян в 2020 году. Они же не сделали этого. Тогда они молчали. То есть, они видели, что идут боевые действия. Они видели, что как азербайджанская, так и армянская сторона несут большие потери в ходе боевых действий. Но они не вмешивались. Азербайджанские и армянские матеря теряли своих сыновей. Азербайджанские и армянские дети теряли своих родителей, своих отцов. Они спокойно стояли, смотрели. А сейчас, как-то уже практически до мирного договора осталось всего ничего. Они почему-то проявляют свою обеспокоенность в адрес армянского народа. Дорогие друзья, это лишний раз доказывает тот факт, что Западу в крайней степени невыгодно, чтобы между нашими странами был мир. Когда я говорю между нашими странами, я не имею в виду только Азербайджан и Армению. Я имею в виду все постсоветское пространство. Например, между Россией и Украиной они не хотят, чтобы был мир. Ну а что, в 2014 году, когда начался госпереворот на Украине, в Киеве, когда был Майдан, они печеньки раздавали на Майдане. Что же они тогда не вмешались, не сказали, что ребята, так нельзя. Надо сохранять стабильность в республике. Они этого не сделали. Ну а сейчас они говорят, что Россия это агрессор и так далее, тому подобное. А сами они кто? Кто уничтожил всех индейцев? Кто живет на землях индейцев? США сами являются незаконным государством, террористическим государством, потому что они живут не на своих землях. Они пришли, убили всех, ну почти всех индейцев и живут на их землях. Ну для вида некоторых оставили, что мол, все-таки это хозяева этих территорий. Иногда для журналистов, для каких-то документальных фильмов можно будет показать несколько аборигенов, так называемых, чтобы все сказали, что вау, как это хорошо, как это интересно. Некоторые индейцы еще есть, это современное поколение и так далее. Вам в крайней степени не выгодно, чтобы на постсоветском пространстве был мир. Вам не выгодно, чтобы Азербайджан с Арменией помирились, чтобы между Россией и Украиной не было войны. Вам это не выгодно. Первую свою миссию вы выполнили. Вот когда вот закончилась Вторая мировая война, вся программа Запада была настроена на то, чтобы развалить Советский Союз. Для этого в 49-м создали Альянс НАТО. Советский Союз вам удалось развалить благодаря последнего руководителя Советского Союза Михаила Горбачева. Хотя, в принципе, и первый руководитель России Борис Николаевич Ельцин, он тоже, в принципе, был продажным. Он тоже был прозападным. Настолько прозападным, что если бы не Владимир Владимирович Путин, сегодня не было бы Российской Федерации. Россия шла к развалу. Надо смотреть правде в глаза. Благодаря Владимиру Путину Россия сохранилась. Ну, по поводу политики Бориса Николаевича я расскажу в своем следующем ролике. Сегодня речь не об этом. Речь о том, что нашим главным врагом является Запад. Первую миссию выполнили, Союза нет. А вот бывшие республики есть. Есть 15 республик этого великого государства. Каждый из которых, естественно, является преемником Советского Союза. Поскольку мы все были этим большим государством. Для них мы все, все 15 республик, ну, можно Прибалтику не считать, они первые отделились от Советского Союза. Они вошли в Алиас, НАТО, Евросоюз. Все они являются европейской свалкой. Это европейская свалка. Я имею ввиду Прибалтику. Их они, может быть, трогать и не будут. Они их подмяли под себя. Уничтожили все духовное. Как говорил Михаил Николаевич Задорнов, сделали из них покемонов. А сейчас покемонами хотят сделать нас. Мы не должны на это поддаться. Сначала развалили Союз. Сейчас хотят, чтобы во всех республиках бывшего Союза шли боевые действия. Чтобы все вместе возненавидели Россию. Почему они сейчас вмешались в Азербайджан-Армянский конфликт? И конфликта практически уже нет. Но им нужно мутить воду. Им нужно провоцировать каждую из сторон, чтобы начались боевые действия. Чтобы на постсоветском пространстве вновь разгорелся конфликт. Один уже есть в настоящее время. Россия, Украина. Беларусь может к ним подключиться. Сейчас 6 Азербайджан с Арменией начнут воевать. Вообще будет отлично. 5 республик бывшего Союза воюют. Потом еще в Средней Азии начнут провоцировать некоторые страны. Вот Казахстан уже провоцирует, чтобы они начали боевые действия с Российской Федерацией. Еще парочку бывших советских республик. Ну, в смысле, среднеазиатских тоже будут провоцировать на войну с Россией. Все стараются сделать так, чтобы все возненавидели русских. Чтобы мы с русскими все друг друга перестреляли. Чтобы эти земли в конечном итоге остались Западу. Вот их истинная цель. Я всегда это говорил в своих роликах. Это моя субъективная точка зрения. Я понимаю, что многим может это не понравиться. Но я говорю то, что я думаю. К сожалению, Запад не идет нам на помощь. Они никогда никому на помощь не шли. Никому никогда от них пользы не было. В 2008 году они грузин поддерживали. Когда началась война, почему они не поддержали грузин? Они не стали воевать против России. Они не сумасшедшие, чтобы с Россией воевать. Украина, да, она воюет с Россией. Ну, сегодня, наверное, Украина и жалеет, что ввязалась в эту войну против Российской Федерации. Россия не та страна, с которой можно говорить с позиции силы. Ну, сейчас они хотят еще одну войну. Но я говорил уже об этом. Не хочу повторяться. Наша сила в нашем единстве. Пока мы все вместе не поймем, что нас провоцирует Запад специально делать все, чтобы мы возненавидели друг друга, плюс возненавидели русских. Пока мы это не поймем и не объединимся, ничего хорошего не будет. Пока мы этого не сделаем. Но надежда, как известно, умирает последней. Я надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возьмет верх. Конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это конфликт между Азербайджаном и Арменией. Ни одна страна не имеет вмешиваться в наш конфликт. Да, за 31 год независимости как Азербайджана, так и Армении были целых две войны. Да, большое количество потерь с обоих сторон. Да, это безусловно очень печально. Я неоднократно говорил о том, что хоть в 2020 году конфликт и закончился, но чтобы был мир между народами, между азербайджанским и армянским народом, должны пройти десятилетия. Как минимум одно десятилетие должно пройти, но должно пройти десятилетие. Но мир в любом случае будет. История неоднократно показывала и доказывала тот факт, что любые страны, которые враждуют между собой, рано или поздно, они мерятся. И бывает мир между народами, дружеские отношения, порой даже братские отношения. Почти 80 лет назад Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. Сейчас кто-нибудь из нас находится во вражеских отношениях с Германией? Нет, не находится. То же самое возможно будет и здесь, если не будет провокаторов с западной стороны. А почему именно Азербайджан с Арменией? Потому что мы бывшие советские республики, и мы не ввели санкции против России. Да, мы признаем территориальную целостность Украины, но жестких санкций против России не вводим. А западу это не нравится, что мы этого не делаем. А мы сами будем решать, что нам делается, а что нет. Это наш с армянами конфликт. Мы сами разберемся. Нам не нужны никакие третьи стороны. Ни Россия, ни Израиль, ни Пакистан, ни Иран, ни Турция, ни Грузия. Никто нам не смеет указывать, что нам делать, а что не делать. Мы сами разберемся. Мы уже практически и разобрались. А что касается того, что происходит в Лачинском коридоре в настоящее время, то я надеюсь на то, что здравый смысл возьмет верх и не будет кровопролитий. Я надеюсь на то, что война между нашими странами и нашими народами осталась в прошлом. И впредь ничего плохого между нами не будет. Я искренне на это надеюсь и искренне в это верю. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok